Здарова, комрады! У меня для вас парочка интересных новостей. Ну, во-первых, Xiaomi таки разродилась своей однокристальной системой и назвала ее, я так понимаю, Sarge S1. Ну, какое-то немножко странное название, но не в этом дело. Но мы сегодня поговорим не только про этот чип, а также мы рассмотрим с вами только что вышедший Mediatek Helio X30. Это тот чип, которого мы давно ждали, так как, в общем-то, это чуть ли не первый чип, который будет работать на новом тонком техпроцессе в 10 нанометров. Но давайте обо всем по порядку. Думаю, что начать имеет смысл с Mediatek. Helio X30, на мой взгляд, получился даже несколько более интересным, чем X20 и X25. Дело в том, что вместо 8 довольно бесполезных ядер Cortex-A53, здесь у нас 4 ядра А53 и 4 ядра А35. Конечно, архитектура А35 это скорее то, что я хотел бы видеть в носимой электронике сегодня, но с другой стороны, наверное, в смартфонах это тоже найдет свое достойное применение, особенно с учетом энергопотребления и вообще, в принципе, энергоэффективности. Ну, большой какой-то производительности, высокой смартфону с выключенным экраном, наверное, не требуется. С другой стороны, тогда непонятно, в каких случаях задача будет перекладываться на ядра Cortex-A53, потому что я думаю, все-таки 4 даже слабых ядра А35 с каким-нибудь воспроизведением видео тоже должны исправляться. То есть вот здесь вот вопрос, но если этот чип попадет к нам на тестирование, мы это подробно разберем. Конкурировать данная микросхема, я так полагаю, должна со Snapdragon 820 и 821. В свете выхода 835 Snapdragon позиции MediaTek здесь в этом плане должны как-то усиливаться. И с другой стороны, непонятно производительность графической подсистемы, будет ли она уступать Adreno 530 или нет. Что ж, будем посмотреть. Касаемо Helio X30, его компоновка кажется мне с одной стороны логичной, потому что тот же X20 или X25, эти были очень странные чипы, потому что 8 одинаковых ядер, зачем, непонятно, когда они должны, по идее, сделать этот чип более энергоэффективным. Здесь же вроде все логично. Вот вам большие ядра, средние и мелкие, то есть совсем мелкие. Но встает вопрос, а зачем средние? Ох, чувствую, с планировщиком проблем не избежать здесь. А вот Xiaomi определенности несколько больше. Формально он должен конкурировать с 400 серией Snapdragon, но на деле его компоновка больше похожа на Snapdragon 625 и 626. Правда, новинка построена на довольно старом техпроцессе 28 нанометров, так что о каких-то рекордах энергоэффективности здесь, наверное, говорить не придется. Тем не менее, производитель представил результаты тестов. Давайте добавим немножечко других данных и посмотрим на эти результаты. Начнем с самого бесполезного, пожалуй, бенчмарка современности Antutu 6 версии. Мы видим прекрасно то, что новинка обгоняет 625, но уступает 652 Snapdragon, обходит Helio X10 и довольно сильно уступает Helio X20. Но это действительно довольно бесполезный бенчмарк, который тестирует все подряд, поэтому здесь очень многое зависит и от обвязки, так сказать. Поэтому давайте взглянем на другие тесты. А вот в тесте Geekbench 4 новинка обладает довольно сильными позициями, особенно в дисциплине мультикор, про однопоточный режим ничего сказано не было. Тем не менее, если брать мультикор результаты, то они выше, чем у Snapdragon 652, Mediatek Helio P10 и Mediatek Helio X10. Правда, 625-му Серж все-таки уступил. Вы можете спросить, почему 625-й обогнал 652-й, но все дело в том, что 652-й построен на схеме Big Little, тогда как 625-й может задействовать все сразу 8 ядер, пусть и не на максимальной частоте. Также производитель опубликовал результаты в GFX Benchmark в сцене Manhattan Offscreen версии 3.0, я имею в виду версию OpenGL ES 3.0. И здесь вот результаты просто феноменальные. Если они правдивые, то это просто чуть ли не лучший выбор в среднем сегменте для геймеров. Правда, главное, чтобы, естественно, троттлинг не подкачал. Тем не менее, если верить этим результатам, то новинка интереснее, чем 625-й, 652-й, Helio P10, Helio X10 и Helio X20. Я уж не говорю про Snapdragon 425-й, который просто где-то там внизу в хлам валяется и совершенно показывает неинтересные баллы. То есть, ну, это поразительно, если это так и есть. Правда, в этом, наверное, нужно будет убедиться, как и в отсутствии троттлинга, который здесь может все испортить. Все-таки перед нами 8-ми ядерник. Как видно, результаты в Geekbench и Antutu вроде как похожи на правду. А вот что с GFX Benchmark не совсем ясно. Ну, результаты какие-то слишком, на мой взгляд, оптимистичные. Хотя, если это действительно будет правда, то выходит то, что это будет один из лучших чипов для игр. Массовому потребителю этот чип будет не очень интересен, скорее всего, так как он не может предложить высокую производительность в пересчете на один поток. То есть, браузер не будет работать так быстро, как того хотелось бы. Какие-то видео, анимации тоже не будут раскрываться в должной мере. Поэтому здесь вот такая палка о двух концах. Как мультимедийник, как мультимедийник, да. Как игровой процессор, возможно. Ну, опять же, это надо понимать четко. Это далеко не топ-сегмент. Ну что ж, а у меня на сегодня все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»